...активно продвигает наш конкурс, который родит дверей. Обычно, да, здесь у нас очень много народу, но вот как-то мы не очень удачно попали, но вот Алиса... Один из представителей, да. ...а второго представителя мы сможем с вами увидеть, если пройдем сюда, это очаровательная, великолепная женщина, одна из самых прекрасных, наверное, в нашем офисе, Куренцова Мария Андреевна. Рядом с ней... Ты уже знакомый, привет. ...директор А.Мурашко. То есть, как вы видите, расстояние между рядовыми сотрудниками и коммерческим директором практически минимально. Каждый может подойти. Я с одной в декрету шел, не подумаю. Как раз подумаем. Каждый может подойти, сказать, Павел, я хочу повышение зарплаты. Дальше. Что еще у нас есть? Ну, естественно, активные сотрудники, да, документы оборот, наша команда, которая занимается социальными развлечениями, в частности двориками. Если мы выйдем из данного open space, мы попадаем в наш территор, и сразу же, естественно, первое, что нам попадается на глаза, это отдел управления персоналом. Отдел управления персоналом – это тот отдел, в который первым попадает любой человек, который желает поработать в компании R-Telecom. Здесь у нас не менее прекрасные дамы, Екатерина, руководитель отдела управления персоналом, два специалиста по массовому онлайму у нас, это Кира и Мария. Мария и Олеся – тоже мои замечательные коллеги, которые занимаются уже штатными сотрудниками нашей замечательной компании. Вот, здесь у нас вы даже попадаете на активный момент собеседования, то есть, когда уже люди узнают о вакансии, что им предстоит делать, зачем им предстоит делать. И вот все вопросы с трудоустройством решаются именно здесь. Дальше. Выйдя отсюда, мы наблюдаем. Ой, пока я не знаю, что это для наших сотрудников, то есть, любой сотрудник в любой момент может, если вдруг он проголодался от активной работы, сесть. У нас есть полноценный холодильник, микроволновка, разогреть, поесть и удовлетворить, так скажем. Можно стулью поломать, есть злость какая-то на кого-то. А это вот те, кто очень много ест, они периодически ломают, конечно же, студии. Ну, что-то у вас таких незаметно, вроде как-то все щупленькие достаточно. Дальше. Ну, естественно, стандартные санузлы для всех сотрудников, здесь отказывать, в принципе, нечего, ничем они не отличаются от всего остального. Здесь у нас, несмотря на то, что табличка гласит отдел согласования, здесь у нас, по сути, сидит руководитель различного направления отдела продаж, и вот его коллег тоже, к сожалению, нету. Все работают, заняты, офис, видите, пустует. Естественно, в нем здесь поактивнее, пошустрее все проходит. Вот в вечернее время все на точках, все активно работают, прилагают, улучшают качество обслуживания. Дальше. Какие молодцы. Не то, что мы бездельники. Мы с вами пойдем в последний момент. Сейчас, сначала, кто я, показать вам отдел эксплуатации сети. Что это такое? Отдел эксплуатации сети – это где работают все наши технические службы. То есть, именно здесь у нас работают монтажники по подключению, именно здесь у нас работают координаторы по согласованию, здесь у нас работают специалисты по помощнике по дому, да, то есть каждый абонент может обратиться к какой-либо технической проблеме, и мы всегда помогут. Вот. Здесь вообще у нас всегда пусто, потому что они приходят рано-рано утром, в 8 часам утра, набирают заявки на подключение и практически сразу же покидают данное помещение для того, чтобы подключить как можно большее количество абонентов за день. И здесь же, кстати, висит вот такой вот информационный плакат – это наша структура строения сети. То есть, как я и говорил, она уникальна, она полностью закольцована и состоит из нескольких разных узлов. ЦГС – это центральная головная станция, это вот то самое здание, в котором мы находимся. МГС – это местные головные станции, они уникальны для каждого отдельно взятого района. ППК – пункты перекоммутации – это каждое отдельно подключенное здание, которое имеет возможность пользоваться услугами добора. Ну и оптические узлы – это уже куда конкретно подключаются наши абоненты. ПК – все легко и просто, никаких сложных хитростей, и все они между друг другом взаимосвязаны. Если мы поближдаем какой-нибудь один канал связи, у наших абонентов все равно всегда есть резервная для того, чтобы у них был всегда доступ. ПК – Дальше. ПК – Это мы как быстро идем, я ничего не успеваю на связи. ПК – Там у нас девочки-координаторы – это те самые люди, которые после того, как человек заявил желание к нам подключаться, делают его в банок и предлагают мне более удобное для него время подключения. ПК – Они у нас такие замочные. ПК – А у тебя что, вот это? ПК – А это у нас просто техники там открывают, смотрят, куда им ехать, но на самом деле у нас там мониторинг аварии на сети, то есть мы смотрим онлайн, что у нас происходит в городе с домами. ПК – Если что-то случилось, мы сразу же моментально реагируем, у нас в программе все показывают, где что. ПК – Понятно. ПК – Ну тут вот она просто сейчас закрыта, там техники смотрели, как проехать на адрес. ПК – Что-то у вас два Андрея Семерякова. ПК – Алексея. ПК – Алексея Андреевича. ПК – А, Алексея Андреевича, господи. ПК – А, Алексея Андреевича, господи. ПК – Вот. ПК – Ну, дальше, что еще у нас есть интересного, аутентичного офиса такого хорошего? ПК – Конечно же, у нас есть кабинет нашего замечательного руководителя, ПК – Евгений Юрьевича Козлова. ПК – В принципе, вы здесь еще поприсутствуете, поэтому долго рассказывать не буду, ПК – Григорий Довитов, господи, 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 господи. ПК – Его прекрасная очаровательная секрета. ПК – Испуганный помощник. ПК – Вот, но здесь мы еще с вами обязательно попанием, и это следующая точка до нашего присутствия. ПК – Поэтому более подробно расскажу. ПК – Про нашу техническую дирекцию и отдела обслуживания ффармативных клиентов. ПК – Здесь у нас тоже находилась большая количество людей. ПК – Здесь, как у нас происходит, по правой руке у нас такая техническая дирекция, По левую руку это люди, которые занимаются с корпоративными клиентами, обслуживанием, заключением договоров и прочим. У нас есть замечательный синий диванчик, куда наши корпоративные клиенты, когда приходят решать какие-то вопросы, могут спокойно присесть и обсудить своим личным менеджером все вопросы. Запечатлей диванчик, Юр. Я говорю Юре, запечатлей диванчик. Ну и конечно же, любой пункт повествования начинается с нашей замечательной охраны. Это те самые люди, которые наших недовольных абонентов, которые по каким-либо причинам не угодили, не пускают для того, чтобы они могли это высказать персоналу нашей компании. Ну и наконец-таки самая активная такая точка, это конечно же отдел продаж. Сразу зайдя, мы видим миссию нашей компании. Она легка и проста. Это делать информацию доступной, общение, приятное изучение, мир и легкие. Ну и планы на текущий месяц, как вы видите, у нас стоят две с половиной тысячи новых абонентов и на данный момент, ну вот, полторы тысячи практически уже подключены. Естественно, все это благодаря взаимодействию всех наших служб, но основным таким источником наших клиентов является отдел продаж. Отдел продаж у нас связан с самым дальним углом. Чтобы до него не могли добраться? Да, чтобы до него не могли добраться. Зайдя сюда, ну естественно кофемашина, чтобы наши продажники всегда были бодрыми и веселыми. Дополнительные планы уже с разбивкой, сколько конкретных услуг они подключили. Интернет, телевидение, телефония, цифровое телевидение. Ну и наконец-таки, пойдя сюда, мы с вами увидим как раз тех самых людей, которые работают с нашими уже активными абонентами непосредственно в полях, то есть которые посещают их славные дома и рассказывают о наших великолепных услугах. В аквариуме у нас руководитель отдел продаж, он у нас сейчас в отпуске. На диване у нас самые ленивые агенты, которые не хотят работать. Мы прочитаем быстрее, чтобы наши агенты могли своими руками пощупать, как работает это все и как это выглядит. Естественная информация, доска с нашими лучшими новичками, лучшими агентами, лучшими наставниками, планами, доходами и прочей-прочей-прочейной мотивацией. Ну и конечно же, другие большие стола, в левом углу ринга, в белой кофточке, это наш супервайзер Сергей, рядом с ним наш лучший наставник Татьяна. В центре у нас супервайзер Влад, это водитель телефонных продаж, да, то есть тех, кто вот как Женечка, например наш молодец, совершает наводки и рассказывает нашему абоненту по телефону нашему. Ну и с этой стороны у нас еще один супервайзер Макси, у которого тоже своя группа прямых продажников, которые ходят в квартирах. И вот там у нас еще один стол, он пока пустует, потому что у нас дополнение в команде, новый супервайзер, который тоже будет набирать свою команду, и вокруг него будут происходить такие же собрания наших активных агентов. В принципе, на этом экскурсии, наверное, закончены, мы можем пройти к директору, да, и задать ему все необходимые вопросы. Хороший дневник. Следуйте за Алисой, она вас проводит. Понятно. Я же с вами прощаюсь, было очень приятно. Спасибо. Алиса, ты потом в денежном отношении дашь циферке, там что, чего, сколько стоит, ладно? Да, да, конечно. Здрасте. Наш директор Дмитрий Козлов. Блогеры.